Такая картина пугает Валерия Казимирова почти 10 лет. По словам мужчины, квартира наладан дышит. В его жилье на батареях 20 хомутов. Выживаем, просто выживаем. Пока не упадет этот дом. Все. Больше мне даже сказать нечего. И вот так вот по хомутам в каждой квартире. Дому 69 лет. И кажется, в управляющей компании о нем забыли совсем. На днях с крыши упали полуметровые глыбы льда. Дворники тут не появляются. Мусор пенсионеры убирают сами. Любови Койфман 80. Шутит. Возраст почетный. Но об активной физнагрузке забывать не приходится. Патрулируют двор с мусорными мешками регулярно. Собираю пакеты, бутылки. Складываю. Покупаю большие эти марирабские пакеты. И складываю мусор. И таскаю на мусорку. Или в коробке складываю. Сейчас мы вообще как на загородной свалке живем. Вот куда отходы возят. Доходило и до абсурда. Пенсионерка просила управляющую компанию предоставить хотя бы одну метлу. Но даже в той ей отказали. Мы решили навестить организацию. Но там нам были не рады. В 2014 году дом признали аварийным. Согласно документу, он непригоден для проживания и подлежит сносу или реконструкции. Однако спустя 4 года не торопятся ни сносить, ни ремонтировать. В данный момент формируется федеральная программа, в которую будут включены дома, признанными аварийными, до 1 января 2017 года. И данный дом будет включен в эту программу. Примерные сроки расселения до 2021 года, пояснили власти. Собственникам должны произвести выплаты, а тем, кто живет по договору соцнайма, предоставят равнозначное жилое помещение. Но жильцы опасаются, что за эти 3 года трещины окончательно разойдутся под крышей дома, о котором управляющая компания и слышать не хочет. Анастасия Борисова, Денис Кузьменко, Новости.